Этих маленьких щенков ребята нашли прямо на улице. У малышей еще не открылись глазки. Родила их местная любимица, уличная собака Марта. Я пошла после школы и увидела, что тут ребята. Прошла посмотреть, а там щенята с собакой. Часть щенята уже умерла. И я боюсь, что они замерзнут. Чтобы спасти оставшихся малышей, школьники принесли коробку, теплые вещи и еду. Но вот только скоро станет еще холоднее. И тогда вся семья может погибнуть, переживают ребята. Тут была еда. Мы им поставили водичку, йогурт. Мы их укрывали одеялком, в коробочки завернули. Мы надеемся, что кто-то возьмет их домой, приютит. Мы бы купили большую пачку, пошла, если хотела. Хоть что-то. Почти полгода назад эта же уличная собака уже рожала щенков. Тогда малышей удалось пристроить. Жители решили, Марту нужно стерилизовать. Только вот средства так и не смогли собрать. А местные власти от этой проблемы и вовсе отстранились, жалуются горожане. Почему стерилизацию, как в других больших городах, в Екатеринбурге, в Москве смотришь. Я неравнодушна к животным. Я их люблю и всегда болею душой. И вот за эту собачку. Вот посмотрите, она щенилась. А ведь они подрастут, они опять такое же поколение принесут. Приюта для животных в городе тоже нет. Только одна передержка. Там уже 40 собак. А жители постоянно подкидывают новых. Волонтеров не хватает. Ведь за работу им никто не платит. Сегодня они есть, завтра их нет. Сегодня люди захотели сделать доброе дело. Пришли, принесли корм, погуляли с собачкой. Завтра у них такого желания не возникнет. Передержка – это добровольческое начало. Исключительно на энтузиазме основанное. Остается надежда только на муниципальную службу. Но контракт города с фирмой по отлову бездомных животных уже закончился. А новый пока не заключили. Тендер на сумму 780 тысяч рублей недавно появился на госзакупках. По его условиям обращаться с четвероногими должны гуманно стерилизовать, прививать и искать им новых хозяев. Но успеют ли оперативно найти подрядчиков – еще вопрос. Пока же судьба Марты и ее щенков в руках неравнодушных жителей.